Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое уже для нас место Писания. Откровение, 22 глава, стих 11. Это практически заключительные слова Божии, которые обращены к своему народу. Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, Праведный дотворит правду еще, И святый да освящается еще. Проповедь называется «Реки воды живой». Согласно прочитанным словам, подлинное творчество правды, Выраженное в освящении, призвано протекать в течение всей жизни во плоти. Однако, как это не грустно сознавать, Но сегодня в определенных кругах детей Божиих по проську сил тьмы освящение, Освящение вопреки порядку в Писании сведено к трехдневному энкаунтеру. В Писании творчество правды, являемое в Священном Писании, Которое показывает, что такое освящение, Определяется реками воды живой или сильным потоком правосудия, Призванным по словам Христа, вытекать из чрева тех святых, Которые ежедневно пьют Святой Дух, как воду жизни, То есть ежедневно освящаются. Амоса 5,24 Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Дисциплина такого освящения, являемая в сильном потоке правосудия, Представлена в Писании, в учении о благочестии, Которое мы стали рассматривать в формате показания Христа ангелам. 1 Тимофея 3,16 Разумеется, мы призваны показывать сегодня Христа ангелам В освящении, в ежедневном освящении и творчестве правды. Порядок такого процесса освящения в Писании Включает в себя четыре последовательных действия, Находящихся друг в друге, вытекающих друг из друга И удостоверяющих друг друга. Это отделение, очищение, помазание и посвящение. В этом как раз и заключается суть освящения. Предметом же очищения, которое мы с вами рассматриваем, Является дух, душа и тело. 1 Фессалонхитцам 5,23 Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, И ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока В пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Порядок очищения от всякой скверной плоти и духа Призван протекать в правовом поле четырех неизменных дисциплин, Которые обуславливают инфраструктуру Царства Небесного на земле. Это в зависимости от места, которое избирает Бог. Мы не можем производить освящение там, где нам заблагорассудится, А только на том месте, которое избирает Бог. То есть это Его Церковь. В зависимости от знамения времени, которое указывает Бог. Это указывает на степень освящения, на форму освящения, На порядок освящения, который связан с духовным уровнем, с духовным ростом. На каждом духовном уровне или степени духовного уровня Проявляется разная степень освящения. Далее, в зависимости от устава, который поставляет Бог. Мы не можем что-то выдумывать и говоря, Бог сказал, Бог показал. Вот, здесь уже Бог все сказал. И все, что будет показано кому-либо, а здесь этого не будет, Надо его выбрасывать в сточную канаву. И в-четвертых, в зависимости от Святого Духа, от силы Святого Духа, Все, что мы будем делать, или же как мы будем производить порядок освящения, Он должен быть инспирирован силою Святого Духа, а не душевными силами. Средством же для очищения от всякой скверной плоти и Духа В Писании представлены семь дисциплин. Это разлито по всему Писанию. Это истина о крови, которая призвана очищать нас, Истина о кресте, истина о воде, истина об елее, Истина о духе суда, истина о духе огня, и истина о духе молитвы. Эти семь истин являются семью средствами, Которые призваны очищать нас от всякой скверной плоти и Духа. Разрешающей же силой или юридическим правом для очищения от всякой скверны является прощение грехов. 1 Иоанна 1,9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, И только после того, когда Он простит, тогда и очистит нас от всякой неправды. То есть очищение может происходить тогда, когда мы получаем прощение. Очищение – это оправдание. Никто не может получить оправдание ранее, пока не будет прощен. Некоторые люди, не понимая, останавливаются на прощении, Иногда голословно объявляют, что они оправданы, то есть очищены, Но мы увидим, как происходит очищение. Основанием же, призванным служить для прощения грехов, является покаяние. И это покаяние должно обязательно быть в исповедании грехов. Этот же стих 1 Иоанна 1,9 говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, И очистит нас от всякой неправды». Простить грехи человеку, согласно Писанию, означает возвратить человека в первозданное состояние. То есть отпустить на свободу, развязать путы, расторгнуть ярмо, не взыскивать долга, не вменять ему преступления, очистить от всякой инородной примеси, изгладить из памяти факт имеющегося греха, наделить прежними полномочиями, восстановить права на вхождение в присутствие Господне, возвратить утраченные права на наследие Христа и Бога. В результате такого очищения, согласно Писанию, мы будем исцелены от того вида и рода болезни, которая являлась результатом нашего греха. Луки 5,20-25. «Он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял на чем лежал и пошел в дом свой, славя Бога. Я уже говорил, что в данном повествовании сделано ударение не на вере, а на прощении грехов через веру и по вере. Если человек болен, и эта болезнь является результатом греха, сколько бы ни молились об исцелении и брали его верою, как часто люди говорят, я беру верою. Вера – это откровение, это говорящее Слово Божие прямо в наш дух. Но если там есть проблема, Бог не будет исцелять человека, человека, ему надо удалить проблему, от которой он болеет. То есть нужно убрать этот вирус, надо простить грех. И поэтому, когда он говорит, прощаются тебе грехи, то, разумеется, результат болезни от этого греха упраздняется. Он не сказал, я исцеляю тебя. Он сказал, я прощаю тебя, возьми постель твою, иди в дом твой. Поэтому в данном повествовании сделано ударение, еще раз повторяю, не на вере, а на прощении грехов через веру и по вере. Цена же, которую нам следует платить за право задействовать имеющееся средство очищения, содержится в достоинстве ученика и в плате за ученичество. Немногие люди сегодня могут похвалиться достоинством учеников, так как, согласно Писанию, все семь средств, о которых мы слышали, во Христе Иисусе, в предмете вот данных семи обетований, отданы в распоряжение Святого Духа и делегированной власти Бога. Мы не можем ими воспользоваться просто так, сами взять и омыться кровью Христа, или же взять наследие Христа, или взять истину в воде и омыться ею сами. Этого никто из нас не может сделать. Посмотрите, как написано 2 Коринфянам 1, 20. «Ибо все обетования Божии в нем», то есть вот эти семь обетований, семь средств, отданные для очищения, все они в нем, то есть во Христе, да, и в нем, аминь, в славу Божию через нас, пишет Павел. То есть через людей, которые входят в состав пятигранного служения. Только они обладают этим правом во Святом Духе прощать и отпускать грехи. Мы в формате очищения, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели первые две истины, истину о крови и истину о кресте, и остановились на рассматривании истины о воде, которая, как и две предыдущие, призвана участвовать в процессе нашего освящения, чтобы очищать дух, душу и тело. И таким образом показывать Христа ангелам. Когда мы освящаемся посредством воды, мы таким образом показываем Христа ангелам. Согласно Писанию, вода по своей сущности, как мы уже знаем, является начальной средой и исходным материалом, из которой Словом Божьим были составлены небеса и земля. 2 Петра 3,5. В начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. «Учитывая же, что видимый мир был сотворен по образу мира невидимого, следует, что вода, но только иного порядка, также является начальной средой и исходным материалом, из которой Словом Божьим был создан мир невидимый. Мир ангелов, архангелов, сервимов, херафимов, то есть все власти, начальства на небесах, все строение небесное было создано из воды иного порядка Словом Божиим. А потом уже по образу этого невидимого мира и из невидимой воды точно так был создан видимый мир. Евреям 11,3. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Из ничего, не из ничего, а из невидимого». Часто люди считают невидимое – это ничего. Нет, невидимое – это вечное, реальное, только мы не можем видеть его глазами. Мы сами имеем внутри себя нечто невидимое, реальное, которое мы не видим своими глазами. Мы не видим своими глазами ревность, которая есть у нас, любовь, которая есть у нас, ненависть, которая, эмоции, которые у нас есть. Ни одной эмоции мы не можем дать веса, света, сформировать ее, но они есть, они нами руководят. Однако они невидимые. Как же обратить это видимое? Бог может это все сделать, и вот Он взял и обратил из невидимого в видимое. Поэтому, когда стихотворцы слагают, из ничего ты мир создал. Бог не создавал мир из ничего. Он создал мир Словом Божиим, а это уже не ничего. И создал его по образцу невидимого мира, который Он ранее также своим словом сотворил. И средой как видимого, так и невидимого мира, и материалом была вода. Под водой в Писании подразумевается истина, как в учении сокрытом, в Писании, так и в самой личности, Бога, который есть истина. Бог Отец есть истина, Бог Сын есть истина, Бог Святой Дух есть истина. Слово Божие есть истина. Церковь Его тоже есть истина, потому что она рожденная от Него. А следовательно, роль воды во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом призвана быть многозначной, многочастной, многогранной и многофункциональной. Однако, в силу того, что мы рассматриваем истину о воде, как дисциплину освящения, то мы стали рассматривать ее строго только в том формате наших взаимоотношений с Богом, в которых она призвана служить для нас средством очищения от греха или от нечистоты. Это одно и то же. В Писании, как нам известно, существуют различные виды и степени греха, да и мы с этим, в общем-то, знакомы. А также, разумеется, и различные способы приготовления очистительной воды. Раз различные степени и виды греха, то обязательно будут различные способы приготовления очистительной воды. Мы с вами уже рассмотрели один из видов приготовления очистительной воды или способов, призванные очищать нас от греха, который является уставом закона вечного. Это пепел рыжей телицы, смешанный с живой водой, под которым подразумевается мертвость Господа Иисуса Христа, которую мы призваны носить в нашем теле постоянно. 2 Коринфянам 4, 10. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертном теле нашем. В старозаветном служении, как мы помним, брался глиняный сосуд, в него бросалась щепотка пепла рыжей телицы, то есть рыжая телица приносилась в жертву вне стана, на определенном жертвеньке, на чистом месте, сжигалась вся с нечистотой кожа ее, там туда обязательно бросался кедр и соп и черленая нить из шерсти. Все это вместе сжигалось, и теперь вот этот пепел бросался на дно глиняного кувшина, и туда наливалась потом живая вода. Живая вода, как мы знаем, являлась символом воскресения, в то время как пепел является символом смерти Иисуса Христа. Хотя здесь имеется в виду церковь, которая отошеслена с ним, потому что сама телица по себе не представляет Христа. Она представляет церковь, но Христос – это глава церкви, поэтому это тело Его, и мы соединены с Ним в смерти Его и воскресении Его. Поэтому здесь имеется в виду принадлежность к телу Господа. Вот что означает пепел рыжей телицы. Римлянам 4, 25, говорится, Христос был предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Предан за грехи. Пепел рыжей телицы воскрес для оправдания – живая вода. Все это подается в одном сосуде. Это не разные два Христа, что в одном смерти, а в другом – воскресение. Несмотря на то, что это два учения, однако они смешаны в одном сосуде, и их невозможно отделить друг от друга. Пепел смешивается с водою. «После чего кто-либо чистый в присутствии священника погружал из соп в очистительную воду и кропил ею на нечистого, благодаря чего нечистый очищался от своей нечистоты. В новозаветнем служении чистыми, которые призваны кропить нечистых, являются святые, входящие в состав пятигранного служения. Нечистые – это те, которые, то есть те святые, которые каким-либо образом осквернились, прикоснулись к чему-либо нечистому, согрешили каким-либо грехом. Именно святые, входящие в состав пятигранного служения, уполномочены Богом прощать грехи человеку и оставлять грехи на человеке. Таков был мандат, такова была делегированная власть Бога, переданная через Иисуса Его Церкви в лице вот этих определенных людей в Церкви. Иоанна 20, 21, 23. Иисус же сказал им вторично. Это говорит о том, что Он уже говорил им ранее об этом. «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». То есть передается делегированная власть. Христос тоже обладал делегированной властью. Христос не был Отцом, Он представлял Отца. Он тоже делегированная власть Бога. Теперь Он передает это Своим ученикам, апостолам. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, Дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Потому что на тот момент они не могли принять Духа Святого. Они Его приняли в день Пятидесятницы. Поэтому вот это слово «примите», некоторые читают «примите Святого Духа». То есть прямо сейчас. А вообще-то нужно читать «примите Святого Духа». И когда вы его примите, в это время вы получите вот этот мандат. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. И когда в день Пятидесятницы на учеников сошел Святой Дух, они получили мандат власти – прощать грехи и оставлять грехи по Писанию. Только те, кто поставлены Богом, но не самозванцы и не избранники народа. Это нужно важно заметить. И поэтому, когда избранники народа и самозванцы дерзают это делать, они оскверняются сами и оскверняют других. Назначения чистительной воды, приготовленной на основе пепла рыжей телицы, использовались для посвящения человека в собственность Бога и чтобы входить в присутствие Бога. Для того, чтобы входить в присутствие Бога, быть царственным священством, то есть, чтобы посвятить себя Господу, необходимо было очищаться этой очистительной водой. Только потом можно было посвящать себя. Число 8, 5, 7, 15. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их, а чтобы очистить их, поступи с ними так, окропи их очистительной водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое». То есть, по Писанию, образно, все то, что растет из тела, это является продуктом человека. Поэтому все то, что исходит от человека, нужно убрать перед Господом. Мы должны брать только то, что исходит из Слова Божия, от Святого Духа, но не то, что исходит от нашего интеллекта, от нашего толкования. Поэтому он говорит, если они хотят войти, их нужно обрить, пусть обреют все тело, все волосы на своем теле, и окропи их этой очистительной водою, и пусть они вымоют одежды свои и будут чисты. После сего войдут левиты служить, скини собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их, ибо они отданы мне из сынов Израилевых». Далее назначение очистительной воды, приготовленной на основе пепла рыжей телицы, использовалось для очищения человека от прикосновения к мертвому телу, или вообще к чему-то мертвому. Числа 19, 17, 22. «Для нечистого, потому что прикоснувшись к мертвому, человек становился нечистым. Пусть возьмут пепло той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд», то есть на этот пепел. «И пусть кто-нибудь чистый возьмет и соп, и омочит его в воде, и окропит шатеры все сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или к огробу, и пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день. «И если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа очистительной водой, он не окроплен, он нечист, и да будет это для них уставом вечным». Когда нам приходится бороться с нечистивыми, разговаривать, беседовать, воевать, побеждать, тем не менее, даже победив, вы прикасались к нему, вы обращались к нему, вы говорили, вы состязались, и вы стали нечистыми. Теперь вам необходимо очищение, потому что вы прикасались к мертвому. Неважно, как вы прикасались. Вы боролись с ним, вы что-то ему доказывали, или вы просто дружески с ним что-то общались, или просто из-за малодушия общались с ним. Не имеет значения. Любое соприкосновение с мертвым, то есть с нечистым человеком, который спернился от мертвого, мертвого является нечистотою, и она должна очищаться вот этой очистительной водою. В новозаветном служении под мертвым телом подразумевается святой человек, который трансформировался или обратился в нечистивого, в котором погас светильник Господень, а нечистыми тех, кто тем или иным образом соприкасается или общается с подобным мертвым человеком или с нечистивым. Поэтому, чтобы Бог мог находиться среди стана своего избранного народа, Он дал Моисею такое повеление. Число 5.2. Повелись и нам, Израилевым, выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечения и всех осквернившихся от мертвого. Они должны находиться вне стана и очиститься. Именно там, вне стана, там, где умер Христос, мы должны выйти за стан. Там есть жертвенник, от которого они имеют права питаться служащей Аскинии. И там, в присутствии священника, кто-либо чистый, возьмет вот именно эту очистительную воду, приготовленную на основе пепла рыжей телицы, и окропит этого святого человека, и он станет чистым. И тогда он сможет войти в стан. А посему следующий способ приготовления очистительной воды, который нам необходимо будет рассмотреть, это тот способ, который призван был очищать человека от поразившей его проказы. В данном случае очистительная вода приготовлялась несколько иным путем, где вместо пепла рыжей телицы использовались две горлицы, то есть две голубки, дикие голубки. Одна заколалась над глиняным сосудом, а другая омачилась кровь заколотой птицы над живою водою. Давайте прочтем это место в Писании Левитам 14, 1, 9. «И сказал Господь Моисею, говоря, вот закон о прокаженном, когда надо бы его очистить, приведут его к священнику, священник выйдет вон из стана. И если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять двух, для очищаемого, двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленую нить и сопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом над живою водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и соп, и омочит их, и живую птицу в крови птицы, заколотой над живою водою. И покропит на очищаемого от проказа семь раз, и объявит его чистым. И затем пустит живую птицу в поле. Очищаемый после этого омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет встан и пробудет семь дней вне шатра своего. В седьмой день вновь обреет волосы свои, голову свою, бороду свою, брови глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. Как прикосновение к мертвому делало человека нечистым, так и прикосновение к прокаженному делало человека нечистым. Однако разница между мертвым, под которым подразумевается человек нечестивый, и прокаженный, под которым подразумевается человек нечистый, а не нечестивый, состоит в том, что грех нечестивого, то есть умершего для Бога, человека невозможно было очищать. В то время как проказу, которая является символом греха при определенных условиях, очищать было можно. Левитам 13, 12, 13 говорится, при каких условиях можно было очищать прокаженного. «Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист». Однако, чтобы определить причину, по которой святой человек мог делаться нечистым из-за поразившей его проказы, нам необходимо установить причину этой проказы. Очень многие дети Божии полагали, их так учили, что прокаженные – это люди мира сего. Люди мира сего не могут быть ни нечестивыми, ни прокаженными для нас. Они не могут нас осквернять. Павел пишет, иначе нам надлежало бы выйти из мира. Следовательно, осквернять нас могут только те мертвые и те, прикоснувшиеся к мертвым, те прокаженные и те, прикоснувшиеся к прокаженным, которые находятся среди нас. В Писании мы встречаемся с тремя персонажами, то есть их больше, но три персонажа, у которых можно видеть причину, по которой они были поражены проказой. Это Нейман, начальник войска царя сирийского, это Мариам, одна из трех вождей народа израильского, посланная Богом для того, чтобы вывести народ израильский из Египта. Бог послал Моисея, Аарона и Мариам, это были три вождя. И среди этих трех вождей Моисей стоял во главе. И затем иудейский царь Озия. Давайте прочтем в начале за Неймана, чтобы мы увидели три разные формы, по которым чадо Божие может стать прокаженным. И как он должен очиститься от проказы, что такое проказа. Да, это грех, но какой это вид греха? Четвертая царь, 5.1. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Отличный воин, уважаемый, известный, но прокаженный. Интересно, что этому прокаженному человеку Бог дает победу. Он стоит во главе. Представьте себе, что люди, стоящие во главе, могут быть прокаженными. И Бог может через них давать победу. Они отличные воины. И у Бога есть задача. Он желает очистить их от этой проказы. Чтобы мы поняли, что прокаженным может стать любой из нас. Есть причина, по которой эта проказа поразила Неймана. В Луке 4.27 Христос говорит такие интересные слова о Неймане. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи. И ни один из них не очистился, кроме Неймана-сириянина. Кто такие сирияни? Почему Бог сделал так? Это что, язычник какой-то? Мы должны знать, что сирияни – это не язычники. Сирияни – это дети Божии. Сирияни, как и израильтяне, произошли от Сима. А следовательно, как и израильтяне, являлись семитами. Фара был отцом Авраама, Нахора и Арама. От Арама, который родил Лота и умер при Фарии отце своем. И Авраам взял тогда Лота, своего племянника. Дядя его, Арам, умер. Фара взял тогда Лота и Авраама, и они вышли. Так вот, сирияни как раз произошли от Лота. Сирияни – это потомки Лота, от Арама. У них Фара и Сим, вот эта вот ветка – это семиты. Они так же, как и израильтяне, имели обрезание. Они обрезывались. Просто тот момент, когда народ израильский находился в Египте, Лот не находился в это время в Египте. Лот не вышел в это время с потомками, значит, Израиля. Когда Иаков со своим семейством уходил, Лот со своим семейством остался. За 400 с лишним лет они размножились и стали многочисленным народом. И когда израильтяне возвратились, сирияне были уже многочисленным народом. И когда израильтяне шли, Бог запретил им воевать с ними и сказал, «Ар, то есть землю Ар я отдал сынам Лота, не прикасайся к ним, это не твоя, я тебе пяди не дам от их земли». Так что в Хананской земле, в Палестине, была часть земли, которая принадлежала сириянам, потомкам Лота. Это те же родственники Авраама. Теперь, почему Нейман был прокаженным? Отличный воин, Бог давал ему победу. Он действовал по воле Божией. Погружение семь раз в воды Иордана стало для Неймана неким договором между им и Богом Израилевым, в котором он поклялся не поклоняться другим богам, кроме Бога Израилева. Из чего следует, что причина, по которой Нейман был поражен проказой, заключалась в отсутствии завета с Богом и в том, что он помимо того, чтобы поклоняться Богу живому, поклонялся другим богам. Есть такое местописание Марка 16, 16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Обратите внимание, креститься, будет погружен в смерть Христа. Мы знаем, что Иордан – это прообраз смерти Христа. Семь раз – это полнота. Погружение в смерть, ведь в смерти Христа мы соединялись с грехом, который Христос брал на себя. Мы часто поем, грех Христос берет на себя, но Он не берет грех наш отдельно, без нас. Он берет нас вместе с нашим грехом. И погружение семь раз – это говорит о том, что проказа полностью должна была покрыть Неймана. Вот это воды Иордана, вот это вот все должно полностью. Когда священник увидит, что не осталось места, он полностью, тогда объяви его чистым. Тогда его можно было очищать. То есть, поэтому причина – у него была только часть прокаженная. Он не видел себя полностью грешным, в грехе. Он видел, что он отличный, что он что-то может. Он говорит, да, у него есть что-то. Богу нужно довести человека, чтобы вот это что-то, он увидел, что это что-то повлечет тебя в ад. Ты вот с этим что-то не можешь войти в небеса. Это что-то нужно оставить. Но для того, чтобы простить, нужно, чтобы ты понял, что вот это что-то буквально является всем. Я как-то вам рассказывал, мой отец работал на заводе, и остатки от опалубки, иногда досточки небольшие, которые выбрасывали, если они уже не были нужны, он выносил. Возьмет так связочку для того, чтобы растапливать печь. Весь завод был окружен каменной стеною, плюс еще проволока поверху, и была специально проходная, где проходили люди, чтобы они ничего не могли вытащить, и там охранник охранял. Охранник, который там стоял, был из одного с ним места, местности. И он не обращал внимания, потому что это не имело никакой ценности, но он знал, что отец верующий, и что он боится воровать. Он ему говорит, почему бы тебе не набрать машину нормальных, хороших досок дров, я тебя пропущу, как моего товарища. Он говорит, но это грех. Он ему говорит, а вот это что ты делаешь, не грех? Какая разница, говорит, я яйцо украду или игол? А ты лошадь, допустим, украл. Мы оба воры. То есть, даже неверующий человек понимал эти вещи, что вором человек называется не тогда, когда он ворует много. Как пьяница, человек называется не тогда, когда он пьет умеренно понемногу. И блудником не тогда, когда он в год раз изменяет своей жене или мужу, или в месяц. Ну, что там бывает, там нечаянно получилось, там ситуация такая в год раз. Ну, что? Ну, выпил немножко, стал нечистым, надо каяться. Поэтому это был грех. Человек не видит в этом ничего особенного. Да ничего особенного. А не думает, что святой Бог каким-то образом, там написано, ничто преданной мерзости, беззаконию туда не войдет. Надо, чтобы человек увидел это в глобальном масштабе. Увидел, что за это умер Христос. Вот за это маленькое, чтобы тебя ввести, Христос умер, полностью умер, совсем. Был отключен от Отца. Поэтому надо, чтобы человек увидел это маленькое, что оно его не введет. Это полное, чтобы он увидел себя полностью и не оправдывал. Да, у меня ничего страшного. Вот это и есть та проказа у Неймана. То есть, он не находился в крещении. Можно заключить завет с Богом. Потому что когда-то Лот вместе с Аврамом заключил завет с Богом. Они были в завете. Но теперь они стали поклоняться идолам. И чтобы восстановить этот завет, Бог повелел ему окунись семь раз в Ирдане. Ведь не всех он так очищал. Это он его так очистил. Через вот эту очистительную воду. Теперь мы увидели прообраз. Почему человек может становиться прокаженным. Он может быть детем Божиим. Он может быть даже отличным воином. Он может стоять даже во главе определенных движений Божиих и в то же время быть прокаженным. И Господь, желая его вывести, дает ему слово. И он верит этому слову. Ни один прокаженный не поверил бы этому. А он поверил. Прокаженные знали, что у них есть пророк Елисей. Они знали, что у них есть Бог Израилев, есть храм, есть священники. И они не пошли для того, чтобы прийти к пророку, упасть перед ним и сказать, господин мой, что мне сделать, чтобы исцелиться. Но маленькая девочка в земле Израилевой, будучи пленницей и рабыней, жены Неймановой, жалилась над Нейманом, жалилась над своей госпожой, видя их страдания от этой проказы. Человек внутренне все равно страдает от прикосновения греха. И она, видя страдания, говорит, если бы господин мой пошел в Израильскую землю, надо пойти в Израильскую землю, надо пойти в церковь, надо пойти к пророку. Есть пророк, он бы помолился за него, и он бы исцелился. Она передала это Нейману. Он бы сказал, да ну, ты что, эту девочку послушала, эту рабыню? Он идет к царю и просит у него разрешения, чтобы тот письмо написал. И царь издает указ. С этим письмом посылаю слугу моего и приказываю, значит, и он обращается к царю Израильскому. Я тебе приказываю очистить этого человека. Вот интересно. Посмотрите, как действует Святой Дух. Как действует Бог через власть. Он не посылает его, и Нейман сказал бы своему господину царь, мне надо не к царю Израильскому, а к пророку. Однако он идет к царю. Царь пишет приказ другому царю. Я тебе приказываю снять с моего слуги его проказу. Потому что ты же там царь. Пророк под твоей властью находится. Тот приходит, дает грамоту, письмо. Израиль данник, Израиль побежденный. Царь поклонился Израильский перед Нейманом, военачальником. Взял грамоту царскую. И когда прочитал ее, разорвал одежду свою перед своими слугами и говорит, они недовольны тем, что мы их рабы и платим им дань. Они хотят нас убить. Я Бог, говорит, что ли? Посмотрите, что он написал мне. Приказываю тебе проказу снять. Вы где видели, чтобы цари Израильские проказу с людей снимали? Он что? Я же не Бог. Это Бог только может сделать. И услышал об этом Елисей. Он посылает Геезию, своего слугу. Пойди и скажи царю, пусть вошлет их ко мне. Тот приходит и говорит, мой господин, пророк, сказал, чтобы ты их послал к пророку. И тогда царь говорит ему, иди к Елисею. И тогда Елисей прибывает к пророку, к горе, на которой жил пророк. Пророк не выходит, выходит опять его слуга, которого он посылает и говорит, скажи ему, пусть пойдет семь раз окунется в Иордан. Разумеется, у Неймана уже был вид, да, он поверил Богу Израилеву, да, все, но у него был вид, понимание образное, как Бог это будет делать. Я думал, что он выйдет, возложит руку на больное место, и снимет с меня проказу. А он посылает какого-то слугу, да я же все-таки высокого назначения, я могу разговаривать только с подобным себе, кого он ко мне послал. Слугу, который ноги ему моет и воду на руки подает. На побегушках у него. Он говорит, господин мой сказал, чтобы ты пошел, омылся семь раз в Иордане, окунулся семь раз, и будешь чист. И он разгневался. И тогда рабы стали его убеждать, господин мой, если бы что важное сказал пророк, не сделал ли бы ты. И тогда он смиряется и идет к Иордану, заходит в воду Иордана. А до этого он говорил, реки Дамаски чистые, полноводные, не такие, как эта мутная река. Иордан это не прозрачная вода в нем, потому что она течет с гор, она течет по извилинам, и она быстрая горная река, мутная, особенно во время разлития дождей. Но он пошел, он поверил, послушался. И когда он окунулся, тело его стало, как тело малого ребенка, очистился от проказа. Мало того, он получил познание, он договор с Богом заключил после этого. Он говорит, он встал и сказал, отныне раб твой, он пришел назад к пророку, поклонился ему, и сказал, отныне раб твой, называет теперь себя рабом, а до этого мнил господином. Отныне раб твой не будет приносить жертвы другим богам, а только Богу Израилеву. То есть практически он пред пророком заключает контракт с Богом Израилевым, что он больше не будет поклоняться иным богам. А если будет приносить жертву только на израильской земле, позволь мне взять израильской земли. Только сделал исключение, когда господин мой опрется на меня и пойдет в дом Римона, я обязан его сопровождать. И за то, что он на меня опрется, я поклонюсь в доме Римона за такое поклонение, да простит меня Бог твой, и сказал ему Елисей, иди с миром. Но теперь давайте посмотрим другой момент, отчего святые люди становятся прокаженными или проказа поражает их. Числа 12, 1, 10. «И упрекали Мариам и Арон Моисея за жену Ефеоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефеоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам?» То есть, если у него до этого была жена Мадья-Нитянка, то есть это, а теперь у него стала еще Ефеоплянка, он взял себе вторую жену. «И услышал сие Господь, Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле, и сказал Господь внезапно Моисею, Аарону и Мариаме, «Выйдите все трое к скини собрание». «И вышли все трое, и сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скини, и позвал Аарона и Мариам. И вышли они оба, и сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит. «Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И вот Мариам покрылась проказою, как снегом». Мы видим с вами, что причина, по которой Мариам была поражена проказой, заключалась в ее неправомочном суде. Она осудила. Есть вещи, которые делают люди, поставленные над нами, которые нам непонятны, которые нам кажутся несоответствующими истинами. Потому что Бог через Моисея сказал, чтобы они не соединялись с иноплеменными народами. Он дал им закон, что они не могут брать за себя жен, значит, с других народов, и также не могут дочерей своих выдавать за мужчин из другого народа. И вдруг Моисей берет ефиоплянку. Ну, вы знаете, ефиопляне – это очень черные люди. Это чернее ефиоплян не бывает людей. Но, тем не менее, почему-то Моисей женится, берет, у него была сепфора, а теперь он еще берет и ефиоплянку. Теперь после этого его упрекали. То есть не имеем мы права упрекать человека, и когда он стоит над нами, только Бог может с ним судиться или говорить ему что-то. Это неправомочный суд. За это человек поражается проказою. Даже если бы Моисей был бы правда неправ. Когда апостол Павел сказал людям, которые стали бить его по приказу первосвященника, и тот стал его бить по лицу, Павел сказал ему, Бог будет бить тебя по устам стена подбеленная. Ты здесь стоишь, чтобы судить по закону и вопреки закону велишь бить меня. Они ему говорят, а это первосвященник приказал. Он говорит, братья, я забираю мои слова назад, я не знал, что это первосвященник. Ибо написано, начальствующего в народе твоем не злослов. Обратите внимание, как Павел немедленно отозвал свои слова, несмотря на то, что первосвященник сто процентов был неправ. Но он знал, что только Бог может с ним судиться, что он не имеет права судить человека, который стоит во власти, которого Бог поставил во власти. Но Мариам это сделала и была поражена. Давайте прочтем такое местописание. Я его часто привожу в связи с этим. Иова 36, 16, 17. Он тоже был поражен проказой и тоже был поражен так же, как и Мариам за один и тот же грех. Что Иов, что Мариам были поражены за один и тот же грех, за неправомочный суд. И тебя вывел бы он на простор и стесноты, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Тук – это прообраз елея, помазание, то есть поставляемое на стол твой было помазанным. Ты был бы под охраной, помазание является так же и охранной. Но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки. Нечестивые люди всегда судят, у них неправомочный суд, они всегда судят людей, которые стоят над ними выше и говорят о том, правильно ли они сделали решение или неправильное. Мы с вами должны однажды понять одну простую вещь, что президент, мэр города, люди, стоящие у власти, как в политической, так и в религиозной, когда они стоят над нами, мы не можем их судить. Как только мы начинаем их судить, проказа будет поражать нас. Бог говорит, если бы ты этого не делал, а предал бы мне судить, просто молился бы, но не делал бы этого. Но когда ты осудил, ты раскрыл себя для поражения проказой. Как мы видим, это случилось с морям. И только благодаря тому, что Моисей, тот же Моисей, которого они упрекали, помолился за нее. И тогда, как мы читали, пусть побудет семь дней вне стана после, когда очистят ее этой водой, и потом может войти и будет чистой. Моисей простил ее и сказал, Господи, прости ее, потому что она покаялась. А Рон пришел и говорит, Господин мой, неужели ты допустишь, что она останется в таком состоянии? То есть, и тогда он возопил Господу и сказал, Господи, исцели ее. То есть, таким образом, мы видим, проказа может сниматься, но опять только тем человеком, на которого, значит, эти люди восстали. И был неправомочный суд. И еще одно положение. Это Озия, иудейский царь. Это записано 2 Параллепоминон, 26-3-20. 16 лет был Озия, когда воцарился. И делал он угодное в очах Господних, и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего его страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель ему, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре Кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников, Господних людей отличных. И воспротивились Озию и царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кодить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. «Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кодильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священникам в доме Господнем, у алтаря Кадильного. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Мы видим, что причина, по которой царь Озия был поражен проказой, заключалась в том, что он приступил к служению, к которому Бог его не призывал. То есть, быть царем. Он был царь, но он не был священником. Видите, царство находится в нашем разуме, мы говорим отсюда, мы управляем. Но священство находится в нашем духе. Священники представляли дух. Мы должны понимать, что между нашим интеллектом и между умом Христовым, который находится в нашем духе, есть большая разница. Иоанна 4,24,23. Это слова Христа. Бог есть дух. Он говорит об отце своем. Поэтому поклоняющиеся Богу, то есть ему, должны поклоняться в духе и истине. Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине, ибо таких поклонников отец ищет в себе. Поэтому причина, по которой царь Озия был поражен проказой, потому что он решил священодействовать своим умом. То есть не своим духом. Поклоняться не на уровне своего духа, а на уровне ума. Толковать Писание не духом, а своим интеллектом. То есть он начал делать то, чего не должен был делать и был поражен проказой. Апостол Аков 3 главой с 1 по 12 стих описывает, что мы не все должны делаться учителями. Братья мои, немногие делайтесь учителями. То есть делайтесь только те, кого Бог поставил на это. Вы знаете, что бывают многотысячные церкви, а учителей там может быть два-три, не больше. Посмотрите, в Антиохе была громадная церковь, насчитывающая несколько тысяч. И там написано, в Антиохе были некоторые пророки и учители. И приводится только пять человек, которые были пророками, учителями, которые были начальниками над этой церковью, поставленные Богом. И поэтому Иаков писал, не многие, не все делайтесь, а только те, кого для этого поставил Бог, зная, что мы подвергнемся большому осуждению. Далее он говорит, ибо всем мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Речь идет о том, когда человек делается учителем, он обязательно будет согрешать своим языком, если не Бог его сделал учителем. И он говорит, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невеликие они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет, кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. То есть апостол Аков хотел показать, что до тех пор, пока язык не находится во власти Святого Духа, а учителя – это те люди, у которых во время учения язык будет находиться во власти Святого Духа, потому что Бог поставил их, и Он будет брать, давать им мудрость. Но того, кого Бог не поставил, Бог не будет давать его мудрость, и его язык будет толковать произвольно. И тогда что получается? Написано, будет осквернять все тело, воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить из людей никто не может, это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Далее он пишет, из тех же ух сходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоквы. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. То есть, если человек не поставлен на это, значит, он не может быть учителем. Иногда люди сами себя делают учителями, не понимая, что быть учеником – это великое достоинство. И любой учитель, если он не имеет достоинства ученика, он и не учитель. Поэтому, согласно вышеперечисленных мест, причина, по которой святые поражаются проказой и становятся нечистыми, заключается в отказе пребывать в смерти Господа в крещении, в неправовочном суде и в служении, к которому Бог нас не призывал. Когда человек кается в вышеприведенных причинах, вот тогда-то и начинается процесс его подлинного освящения, в котором он позволяет очищать себя очистительную водою. Но сам процесс приготовления очистительной воды для человека прокаженного проказой, как мы видели, состоял в том, что вместо пепла рыжей телец использовались две горлицы. Одна заколалась над лениным сосудом, другая омачивалась в кровь птицы над живой водой. Затем к живой птице привязывалось кедровое дерево. Это символ оправдания верою. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания. Затем также привязывалась к живой птице червленая нить. Это символ принадлежности к роду Бога. Нить всегда говорит о вашем родстве. Откуда? Кто вы? Иссоп – это крапить, это наш язык, это символ исповедания веры сердца. И теперь уже с этими атрибутами живая птица погружалась в живую воду и кровь птицы заколотой. И только затем живая птица выпускалась в поле. И тогда некто чистый брал Иссоп, погружал его в глиняный сосуд и крапил на очищаемо, после чего объявлял его чистым. Итак, еще раз прочитаю это место, Иоанна 20, 21, 23, по поводу вышесказанного. «Иссу же сказал им вторично, мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Сейчас мы будем молиться. И все те, кто выйдут и будут каяться в своих грехах, я имею правомочие от Бога прощать. грехи от имени Господа. Так что вы можете получить прощение грехов. Вы услышали слово «это есть вода», которая может вас омыть, разумеется, при вашем добровольном согласии. Если кто-то увидел себя каким-либо образом связанным или причастным к этой нечистоте, мы сегодня говорим о нас с вами. Я также могу быть подвержен подобным видам нечистоты. Я также могу судить о чем-то неправомочно. И если я это делаю, и я это вижу, то я также обязан, как и вы, каяться. Я также могу стать прокаженным, как и вы. Я также могу прикоснуться к мертвому. И мне больше, чем вам, приходится соприкасаться, потому что мне приходится воевать, идти на передовой и отстаивать истину. И отстаивая ее и соприкасаясь с мертвыми людьми, я, разумеется, становлюсь нечистым. И мне нужна эта очистительная вода, чтобы очиститься и потом быть чистым. Она нужна нам всем. Склоним колено, будем молиться. Это наш час, наш момент, когда мы можем очиститься и войти в стан, и иметь право на обетование Божие, на исцеление. Аминь. Будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что очистительная вода истины, Слово Божие, может окропить вас, и вы можете омыты прямо сейчас, приняв истину в сердце. Я буду молиться вашей молитвой. Молитесь вместе со мной, глаза закрыты. Это элемент тайной комнаты. Руки, простерты к небесам, ладонями вверх. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к тебе с моей болью, с моей нечистотой, поруганным достоинством, попранной честью. Прошу тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твою воду, Твоё слово в моё сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелён, я восстановлен, я оправдан, я спасён. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство Твоё и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.